Всем привет! Это Квартирный вопрос, я Илья Западенец. Задача на сегодня довести до ума кухню семьи Гурылёвых. Мы добавим перчинки, причешем неправильную форму помещения, запустим яркое бразильское солнце на 10 квадратных метрах. Места хватит даже Амазонке. Реке в смысле. Можно уже таблетку кидать? Кидай. И смотри, что у тебя происходит с водой. Разноцветный дождь в стакане – то, что нужно для детского восторга. Такие домашние эксперименты Ксения с Алексеем проводят перед сыновьями часто. По себе знают, каково это – смотреть на завораживающие чудеса природы. Первый пошёл? Всё, первый пошёл. Всё, взлёт. Ксения родилась и выросла на Камчатке. Нерест лосося и восхождение на вулкан Авачинский – только часть незабываемых воспоминаний детства. Алексей родом из Перми, с трепетом вспоминает суда на полноводной каме. А познакомились в Москве. Он влюбился в столицу за время командировок. Она после окончания вуза осталась здесь работать. Ну, буквально вот я вышел в магазин, который на просе моего дома, и увидел Кению. Я понял то, что… Надо. Что там в этой девушке есть? Если я сейчас упущу возможность, то это будет, наверное, не очень хорошо. Пускайся. Так, давай какие-то верёвки завяжем. Ты этот кончик завязывай, а я завязываю этот кончик. Потом сравним, что у нас получилось. Морской узел Ростиславу даётся с трудом. Зато паруса яхты он показывает и называет правильно. Спинакер, грот, стаксель. Последним управляет папа. Алексей – аудитор фармацевтической компании, увлечённо участвует в регатах. Уже есть две золотые медали. Это активный спорт, то есть ты постоянно тянешь канаты, у тебя постоянно идёт такая физическая подготовка. После работы это очень хороший такой, как бы, антистресс, который заряжает, ну, там, на несколько недель. Ксении с двумя бойкими пацанами заряд вне дома искать не приходится. Любое занятие с ними превращается в игру. Главное, что в используе. Ортопедические коврики и английский подтянут, и от плоскостопия спасут. Это очень хорошо укрепляет мышцы стопы, потому что очень важно, чтобы наша нога, стопа, ходила не по ровной поверхности, потому что на ровной поверхности мышцы ноги не работают. И разная жёсткость ковриков есть, и это более жёсткие, это более мягкие они, такие там, вот. И они и для машин хорошо подходят, как внедорожник испытывать. Сбор полевых трав – урок на лето. Запасают впрок и много. Для Ксении это своего рода медитация. Зайдёшь в поле, закрываешь глаза, и просто вдыхаешь аромат трав, и просто улетаешь куда-то, смеется травами. Зимой с удовольствием пьют чай с душицей, зверобоем, тысячелистником или клевером. За день уходит не один чайник. Но размещать полезные запасы на старой кухне почти негде. А в роли рабочей поверхности обычно выступает обеденный стол. Какой из них успокаивающий, какой бодрящий чай? Вот это, наверное, будет больше как бодрящий, и он тонизирующий будет, и к такой погоде как раз в самый раз подойдёт. Успокаивающий тоже нам не повредит, потому что впереди у вас переделка, вы понимаете, да? Да. Это уникально для вас нервно немножко, правда? Конечно. Ну давайте мы сейчас с вами максимально расслабимся, поговорим, какие боли у вас здесь есть. Нам розеток не хватает. Сейчас всё с телефонами, с планшетами, с компьютерами, это да. А вот, например, шкафы для хранения. Мы же переехали сюда. Гарнитур привезли, но установили ещё. Установили только нижние модули. У вас, я смотрю, на полу находится... Да, вот она не вписалась. Духовой шкаф. Духовой шкаф, а-ля микроволновка. Приходится всегда нагибаться. Прямо садиться буквально, и когда открываем, она прям до пола. Ладно, вы, молодые, можете туда-сюда приседать. Да, если бабушка к нам приходит, она заходит, что-то приготовить. Не очень охотно она это делает. Да, очень охотно. На полу у вас какая-то мозаика. Да, которую у нас старший сыночек очень любит разбирать. Вот оно, развлечение. Друзья, берите на заметку. Пока вы ещё не переделали свою кухню, отдайте её детям, чтобы они там сделали из неё игровую. Окей, думали вообще об атмосфере? В этой кухне, очевидно, не хватает настроения. Хюша любит море. Вот что-то связано с морскими цветами. Фукс. А, фукс ещё и любит. Цвет фукси мне нравится. Розовый. Алексей, как бы ты отреагировал, если бы ты зашёл в розовую кухню? Я был бы в шоке. Ну, вот тема моря, тема путешествия, она вам близка. Очень, очень близка. Были мы свадебным путешествиям в Бразилии. И там действительно вот эта яркость красок. Как вы вообще к ярким краскам относитесь? Мы относимся нормально, чтобы действительно это было не слишком ярко. А что насчёт вот такого цвета? А, отлично. Отличный цвет. Слушай, супер. Напоминает фуксию. И тарелочка тоже гармонирует с этим цветом. Вот только понять, что же это за ягода такая. Давайте уж понимать. Хотите, понюхаем. Хотя можете чихнуть, если это... Это перец. Перец. Это розовый перец. Это перец. Я обожаю перец. Да, ты видишь перец. Ну вот, я иногда покупаю. За 450 отдам. Да нет. Где это вот? Я думаю, это фартук, мне кажется. Либо, возможно, это будет на стенах какие-то акценты в виде перца. Аппетит разыгрался, да? Фартук с перцем. Испугать вас не удалось и хорошо. Но заинтриговать удалось на 100%. Ну всё, отлично. Ребят, давайте с этой интригой до конца выпуска мы продержимся. Всё окей? Окей. Всё, провожаю вас. Спасибо. Элина, этот розовый перец, который мы показали нашим героям, он правда из Бразилии? Да, таким образом хотела всех запутать. По-моему, мне хорошо удалось. Ты заметил, да, с каким они теплом рассказывают про эту Бразилию, про своё свадебное путешествие? И я очень долго думала, что же такое придумать в интерьере, чтобы грела им душу. Решила сделать такой бразильский перчик. Посмотри, как он рассыпан на полу. Видишь, у нас по откосам также круглые точечки. Ну и вообще тема круга преобладает в этом интерьере. У нас круглый стол. Движение будет вокруг него. Да, я решила стол сдвинуть к центру, но опять же, посмотри, как я делаю светильник. То есть мы не привязываем наших героев к конкретному месту. Знаешь, если повесить подвесной какой-то светильник, то стол обязан стоять на одном месте. Наша семья такая активная, и я решила не ограничивать их в движениях. Если им захочется, они могут его сдвигать. Сюда мы достроим зоны хранения. Мы берем точку нашего холодильника, самую выпуклую, самую выступающую, и все шкафы пойдут в одну линию. И таким образом у нас просто будет визуально смотреться, как единая целиковая стена. При этом я оставила вот эту стену максимально пустой, но добавила вот самый минимум шкафчиков, которые нужны для того, чтобы хранить там посуду и вычерки. Да. Посмотри на дверь, у нее есть определенный рисунок. На солнский знак? Нет, это метка путешественника. Это же геолокация. Да. Когда люди путешествуют по миру, они на карте ставят такие меточки. Бразильское солнце, оно тоже будет в интерьере. Да. Герои говорили, что здесь темно. И я пыталась каким-то образом целепортировать бразильское солнышко в виде приятного желтого цвета, который будет обволакивать весь интерьер. Что, вперед? Начнем переделку? Да, скорее. Все, зовем строителей. Далее в программе. Не жалеем перца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, девять. Можешь не считать, девяносто. Все перцем мы засыпали на этой кухне с Ириной. Главное не чихать. Заодно научим зрителей пользоваться цветовым кругом Итана. Никогда не берем одинаковые по светлоте оттенки и никогда не берем близкие сочетания. Отправимся в гости. Увидим интерьер с палитрой в духе Альмадовара. Просто выбрали цвета, даже не особо думали о сочетаемости. Переосмысленным образом джаконды и потолком, который вызывает вопросы. Приходили родственники на площадку и интересовались деликатно и не очень. Что мы будем делать с потолком? А героям напомним об их свадебном путешествии в Бразилию. Вот она, великая амазонка, да? Ты видишь ее? И вернем Ксению с Алексеем в медовый месяц. Некий портал перехода, на котором мы изображаем такую гео-точку. Квартирный вопрос взялся приправить кухню гурлевых бразильским перцем. Очищенные от отделки стены загрунтовали, строительные маяки выставили. Дверь демонтировали вместе с простенком. Он был слишком хлипким и имел неправильный угол для сдвижной двери. Замешиваем гипсовую штукатурку и набрасываем на поверхность щедрым слоем. После чего выравниваем провилом. По периметру пристреливаем демпферную ленту и готовим наливной пол основиц Карлайн. Он равномерно растекается и быстро твердеет. Ходить по нему можно будет уже через 4 часа. Игольчатый валик помог выгнать пузырьки воздуха. Из металлических направляющих выстраиваем каркас перегородки между кухней и коридором. На обшивку идут прочные гипсоволокнистые листы. Металл и каркас монтируем и для подвесного потолка. Его зашиваем листами влагостойкого гипсокартона. Все швы обработали универсальной шпаклевкой. Финишная шпаклевка – готовый полимерный состав. Ложится на поверхность тонким слоем, скрывая неровности, и после высыхания становится белоснежным. Широкий ступенчатый карниз из полиуретана приклеиваем к потолку. Оконный проем обрамляем молдингом из того же материала. Место для светильника обозначаем кругом из двух липных элементов. И дополняем композицию декоративными таблетками в форме эллипса. Всего 57 штук. Пока идет стройка, мы с автором проекта отправились в Петрович за краской. К цвету Элина Мусина относится с особым вниманием, ведь она не только дизайнер, но и колорист. С сочетаниями оттенков любит экспериментировать. Только так можно найти лучший вариант. Мы берем палитру, мы ее должны делать сложно и интересно, чтобы там было много нюансов, много контрастов, и все это смотрелось гармонично. Универсальный помощник всех, кто работает с цветом, круг Итона. Придумал его швейцарский художник и преподаватель школы Баухаус Иоханнес Итон. Если мы выбираем схему, и есть какой-то понравившийся цвет, мы достраиваем к нему либо комплементарный, это противоположный цвет, либо два треугольника. Можно взять узкий, можно взять широкий. Это готовые рецепты. Элина, как человек опытный, во многом полагается на собственное чутье. Схему узкого треугольника она возьмет за основу и еще немного усложнит. Старт нашей цветовой палитре даст розовый бразильский перец. В качестве компаньонов выступят желтовато-оранжевый и сине-зеленые оттенки. Мы берем, если какой-то теплый, его равновешивает холодный цвет. Если мы берем светлый, к ним обязательно должен быть темнее. То есть мы никогда не берем одинаковые по светлоте оттенки и никогда не берем близкие сочетания. Кстати, герои говорили, что им очень нравится отпуск, море, и вот эту морскую сине-зеленую волну я и добавила в интерьер кухни. С цветом разобрались, пора найти подходящую краску. Не будем терять времени и сразу обратимся к специалисту. Помощник по дизайну Артур Павланов уже тут как тут. Мне нужно для кухни подобрать самую устойчивую, хорошую базу. Ну, однозначно, тут нужна влагостойкая краска. Тут можно пристарнуть. Если нужна более высокая ресурсность, что была у краски, то есть это краски более высокого сегмента уже идут. Ну, допустим, вот этот вариант. То есть он идет матовый и моющийся, и можно заколеровать его также по выбранным вами цветам. У меня в интерьере кухни будет круг, который мы красим в такой сложный оттенок, и он будет намного темнее, чем остальные, которые подбираются к нему. То есть у нас такой сложный оттенок красного, и к нему мы должны подобрать белый и желтый. И меня вот очень интересует, перекроем ли мы этими более светлыми оттенками такую темную основу. Мы можем это перекрыть, если мы берем ту же краску. То есть укрывистость у нее хорошая? Да, она будет только по цветам отличаться. То есть важно просто правильно выбрать базу? Да. А еще выбирая цвет, важно не забыть про свет. Взади для этого есть специальный стенд и две абсолютно одинаковые плашки к нему. Здесь вот очень наглядно можно посмотреть, как более холодный цвет влияет на оттенок, и более теплый. Именно такое освещение позже появится у нас. А сейчас оформляем покупку и возвращаемся к переделке. Жизнерадостный подоконник любимого Ксении цвета фуксии задает тон оформлению окна. Над ним еще предстоит поработать. А пока замешиваем беспылевой плиточный клей. Стену в рабочей зоне кухни выложим керамической глазурованной плиткой двух оттенков желтой гаммы. Первые лучи бразильского солнца в этом интерьере. На полу раскатываем нагревательные маты теплого пола. Кабель тонкий, но с тремя слоями изоляции. Спрятался под цементной плиткой, которая как раз подоспела из подмосковного Раменского. Там ее вручную изготовили на семейном производстве Ольги и Андрея Шаронинах. Рисунок при такой технологии проникает внутрь на глубину до 5 миллиметров. А готовая плитка не требует обжига, только сушки в течение 28 дней. Качество хозяйского окна нас устраивает. А вот цвет для нашего проекта не подходит. Будем перекрашивать. Для начала обезжириваем поверхности, чтобы новое покрытие легло ровно. Используем алкидную эмаль для пластика. Она в аэрозольном баллоне, так проще избежать непрокрашенных участков. Наносим краску на рамы, ручки и откосы в два слоя. Остальные поверхности красим интерьерной краской «Парад Пролатекс». Она шелковисто-матовая, на водной основе не имеет резкого запаха. Наносится без брызг и потеков. После высыхания образует прочное покрытие, устойчивое к мытью. Фоновый белый разбавляем ярким темно-розовым. И серовато-зеленым. А нижнюю часть стен как будто осветили лучи солнца. Стальной трубчатый радиатор «Гармония» тоже розовый. На фабрике в Кимрых нам подобрали эмаль по цвету в точности, повторяющую оформление окна. Торцом короткого валика рассыпаем горошины розового перца по периметру окна. По непрокрашенным участкам проходимся кисточкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть, девять, 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 девять. Девяносто. Девяносто? Да. Перчинки мы рассыпали в большом количестве. Это ведь окна наших героев. Да, мы их перекрасили. Это один и тот же цвет, который мы использовали везде. И если ты посмотришь все вместе, это такая единая группа. Ну и яркости дает нашему суровому климату. Да, я решила подкрутить громкости бразильских танцев с карнавала и добавить такое акцентное пятно, чтобы зарядить этот интерьерчик таким позитивным настроением. Основной цвет – это сложный белый оттенок. Если ты посмотришь на нижний цвет, то как раз его компаньон – это именно этот же цвет, только высветленный. Так более гармонично. Я всегда собираю интерьеры, все в единой гамме и смотрится более целостно. Если ты посмотришь на плитку, там такая же история сочетаний более светлого и более темного желтого. Соответственно, я это перенесла на стены, чтобы сделать гармонию. Чуть светлее мы сделали верхнюю часть. У нас очень активная лепнина, поэтому и потолок белый, чтобы перебора не получилось. На полу у нас цементная плитка. Плитку сделали индивидуально на заказ, вручную, под те оттенки, которые нужны мне. А вот то, что вручную, это видно. У нее есть какой-то элемент несовершенства такого хорошего, будто бы состаренная. Вспоминаю сразу Барселону. Это характерно еще для южных стран, где плитка – это дополнительное спасение от жары. Босиком ходишь по ней, тебе хорошо. Я освежаюсь. Я освежаюсь. Охлаждаешься. У нас здесь есть система подогрева пола. Если ты не хочешь охлаждаться, освежаться, ты можешь пол подогреть и ходить наслаждаться тепленьким полом, босыными ножками. Адаптируем южные форматы под наши реалии. Также по ней рассыпан этот горох, только он масштабирован и смотрится крупным. Все перцем мы засыпали на этой кухне с Ильиной. Обильно. Главное – не чихать. А сейчас отвлечемся от стройки и погрузимся в мир моды. Анастасия работает в фэшн-индустрии. Тонко чувствует цвет. И для создания интерьера своей 40-метровой квартиры она искала дизайнера, который подхватил бы ее идею сочетать сложные оттенки. Анна Шевченко оказалась именно таким профи. Это именно то, чего я ждала. Я ждала, чтобы пришел такой человек, как Настя, и сказал, давай сделаем классно, давай похулиганим, сделаем что-нибудь такое. Не как у всех. Хозяйка квартиры – поклонница фильмов Педро Альмадовара. Сочность его кадра и стала источником вдохновения для дизайнера. А цвет – главным героем интерьера. Оттенки подбирали весьма интересным способом. Это происходило терапевтическим образом. То есть мы разложили карточки из каталога на столе. И в какой-то из вечеров с Анастасией просто стали выбирать цвета безотносительно того, что будет полом, что будет стенами и так далее. Мы просто выбрали цвета, которые ей нравятся. Даже не особо думали о сочетаемости. Зоны разного назначения плавно перетекают друг в друга. Поэтому в квартире всего две двери. Одна входная, вторая в ванную. Стены там выложены плиткой ягодного оттенка, на фоне которой привычная белая сантехника смотрится необычно. Белый цвет, который, как правило, является ведущим во многих очень историях интерьерных, он у нас акцентный. Вытянутый коридор ведет в жилую часть квартиры. Там, вдоль стены сложного зеленого оттенка, выстроились бордовые шкафы кухни, без верхнего яруса. Когда мало предметов, очень легко поддерживать порядок. Во-первых, ты всегда можешь что-то взять очень быстро, зная, где это лежит. Во-вторых, с эстетической точки зрения это очень красиво. При этом все, что нужно, здесь есть. Встроенный холодильник, ящики для хранения, даже стиральная машина. Окрашенная стена, покрытая яхтенным лаком, сама по себе отличный фартук. Ухаживать за ним очень просто. Протирается обычно точно так же, просто тряпочкой. И ничего, никаких паров, никаких капель, ничего совершенно не видно. И поэтому всегда кухня выглядит аккуратной, нарядной. Игра оттенков разворачивается повсеместно. Пространство от этого выглядит цельным и кажется большим, чем есть на самом деле. Поскольку кухня и гостиная это две половины одного яблока, я хотела уравновесить, сделать их, скажем так, и по смыслу равнозначными, и по эстетике. Интерьер построен на компромиссах. Бюджетные решения сочетаются с добротной основой. На полу инженерная доска. Крупные плашки в раскладке английская елка. Это хорошая очень палитра для всего остального, вот этот вот светлый пол. И не случайно он, кстати, светлый. Именно пол и большое количество света, они позволяют себя в этом довольно насыщенном интерьере чувствовать легко. Открытый бетонный потолок, контрастный уютному полу – мечта Анастасии. Его просто выровняли, покрыли защитным лаком, и теперь эта поверхность вносит в пространство нотку хаоса. Своеобразный вызов. Приходили родственники на площадку периодически, и интересовались деликатно, и не очень. Что мы будем делать с потолком? Когда мы его будем закрывать? Визуальная доминанта гостиной – эффектные обои. Поддерживает испанский вектор а-ля Альмадовер, хотя на самом деле шведские. В это панно можно смотреть бесконечно, потому что оно совершенно мне не мешает, а наоборот помогает расслабиться. Почетное место на этом взрывном цветном фоне занял фамильный комод. Долго этот предмет был на даче у нас, но я практически выбросила его у своих родителей. И мне нравится то, что здесь видна текстура дерева. Это очень красиво. Винтажную мебель украшает современное искусство. Картина – произведение бразильца Карлоса Джоасабы, хорошего знакомого хозяйки квартиры. Изображенная на нем дама – переосмысленный художником образ Джоконды. Сама же композиция оказалась прекрасной фокус-точкой для крупных геометрических фигур на обоях. А глиняный кувшин Анастасия сделала сама, задолго до покупки квартиры. И он как будто предвосхитил интерьер, в котором теперь живет. Почему-то мне хотелось создать яркий предмет, который так удивительным образом, казалось бы, да, просто. Небольшой кувшин, который определил частично цветовую палитру и настроение этой квартиры. В глубине за легкими шторами спряталась спальня. А там большая кровать и гардеробная во всю стену, тоже скрытая за легкими шторами. Но главное – воздух и простор, которые удалось сохранить. Я даже специально не вешала никакого арта или каких-то фотографий. Люблю спать с открытыми шторами, потому что, на мой взгляд, самый красивый ракурс и самые яркие цвета как раз вот из этой точки. Когда я впервые вижу квартиру утром, как ее озаряет солнечный свет, пробиваются лучи. И очень приятно встать и выбрать, что ты наденешь сегодня утром. Квартирный вопрос продолжает создавать интерьер с яркой бразильской палитрой. На очереди установка кухни. Корпуса из ламинированных ДСП выстраиваем по двум стенам. Шкафы-столы у одной переходят в шкафы-пеналы у другой. Вентиляционный короб закрыли неглубокими стеллажами. В одном углу шкаф для холодильника. В другом открытый модуль для кофемашины. С антресолями до потолка мест хранения будет достаточно. Над будущей дверью декоративная арка. Верхний ярус в рабочей зоне облегченный. Небольшая полка из трех шкафчиков, куда позже встроим технику. Корзины высокой выкатной секции можно устанавливать на любом удобном уровне. Закрывается она плавно на доводчике. Фасады кухни подобрали из трех коллекций. Эти – Стоунвуд, ламинированная под дуб эко-плита. Внизу – Джейн-Арт. МДФ под слоем эмали с фрезеровкой в виде филенок. Шкафы-пеналы скрылись за гладкими эмалированными дверцами цвета морской волны из коллекции «Фаворит». Все на петлях с доводчиками. За открывание отвечают золотистые ручки профиля. Столешница и фартук из кварцевого камня российского производства в расцветке вулканы Камчатки. Там тоже красиво, как и в Бразилии. Мойка стальная с покрытием «Светлое золото». К ней в пару смеситель с двумя изливами и одним рычагом. Под мойкой устанавливаем обратноосматическую систему очистки воды. Избавляет от накипи. Менять модули достаточно один раз в год. Экономично и очень удобно. Кнопка измельчителя пищевых отходов пневматическая. Сам прибор встает на место сифона. Холодильник с инверторным компрессором и функцией авторазмораживания обоих отделений устраивается в предназначенном для него шкафу. Посудомоечная машина все этапы работы отобразит лучом на полу. Варочная панель индукционная с сенсорным управлением. Духовой шкаф может готовить даже на низких температурах от 30 градусов. В верхнюю полку встраиваем микроволновую печь на 25 литров и вытяжку со стеклянной панелью. В крайней левой секции сушка для посуды. Очередной такой сложный цвет у нас появился на фасадах кухни. Я вдохновлена была океаном. Этот океан вместит в себя всю кухонную утварь, все баночки, всю посуду. Вот эта вот секция, она как раз идеально подходит для того, чтобы ее распределить и хранить здесь и посуду, которая потребуется для приготовления пищи, также банки. И здесь довольно много места. При том, что эти полки можно даже переставлять по высоте. Такой получается суперфункциональный отсек. А здесь был вент-короб. Воздух должен обязательно циркулировать, поэтому, несмотря на то, что мы зашиваем этот весь вент-короб, мы делаем отверстие, через которое воздух будет так же уходить, как если бы его не было. Здорово. Вообще полочки небольшие, но как раз под баночки идеально. Да. Наши герои очень неравнодушны к чаю, к кофе, и я сделала для них специальную удобную зону. Красный угол чая? Красный угол. В этой нише будет храниться их кофемашина. Можно выдвигать, эта кофемашина становится ближе, либо оставлять ее просто здесь. Обратите внимание, какой здесь вообще ящик. Вот кажется, фасад сейчас возьмет, да и ударится об этот верхний шкаф. Но нет. Да. Здесь неспроста ящики отступают от основной вот этой зоны колонн, для того, чтобы мы не потеряли вот эту зону хранения. С другой стороны арки. Почти два метра холодильник встраиваемый. С полками из закаленного стекла, с отдельными отсеками под овощи и фрукты для долгого сохранения свежести. И морозильная камера. И все это с технологией No Frost. Наши герои любят готовить, и я тоже постаралась, чтобы хранения было достаточно. Отлично. Океан функционала. А здесь легкость, песок, дерево. В центре композиция СВЧ. Кухня, напомню, небольшая. И, конечно же, у нас компромиссы. Не всегда это привычно. Но на такой высоте СВЧ часто ставится. Все, в принципе, удобно и доступно для того, чтобы достать. Наши подписчики в соцсетях возразят. А как же дети будут добираться до этой СВЧ? В прошлой нашей передаче СВЧ стояла внизу. И были точно такие же комментарии, из чего я делаю вывод, что СВЧ, в принципе, тема для разговора наших подписчиков. Поэтому давайте вы скажете, какое место идеально было бы для вас. Снизу тоже много разных шкафчиков и полок. И вот эти золотистые ручки, которые ты подобрала, они так и просят. Открой нас, посмотри, что внутри. Все на доводчиках, все качественно сделано. И глубокое хранение. И вот для столовых приборов. У нас еще есть крайняя секция. Она также выдвигается. Некая такая широкая бутылочница. Там можно хранить масло. Есть даже специальное разделение, куда можно расставить разные виды масла. Техники, я думаю, что Ксюша и Алексей тоже обрадуются. Потому что техника появилась в полном многообразии. И самое последнее. Я прям заморачивалась. Я выбрала самую нафаршированную духовку. Здесь есть режим airfry, который позволит как в аэрогриле запекать с меньшим количеством жира и с хрустящей корочкой блюдо. Здесь есть режим низкой температуры, где даже при 30 градусах можно томить блюдо, тоже сохраняя все самые полезные свойства. И здесь есть термощуп. Это очень интересная история. Да. С помощью этого термощупа духовка отключится в тот момент, когда блюдо необходимой температуры достигнет. Да, когда наберет необходимую степень готовности. Варочная панель сенсорная с четырьмя конфорками. Тоже легко управлять. И, к слову, здесь есть таймер. Еще дополнительно здесь есть функция шеф-повара. Можно сохранять уровни мощности и время приготовления для того, чтобы какие-то привычные блюда повторять. Повторяешься, умнее и умнее становится техника. Скоро захватит нас. Меня захватила уже посудомойка. Да? Я из всей техники, которая у меня есть дома, готова отказаться от всего. Только оставьте мне посудомойка. 45 сантиметров в ширину. Умещается здесь 11 комплектов столовых приборов и 11 комплектов посуды. Удивительно, как в такой небольшой габарит столько всего можно разместить. Еще удобно, что у нее инверторный мотор. А это значит, что она тихо-тихо работает. На ночь поставил, и работает она себе. Моет эту посуду. А в конце... Пынк! Откроет автоматически дверку, и посуда начнет ссушиться. Вытяжка тоже классная, мощная, удобная. Что здорово придумано, так это по одному нажатию включается самый мощный режим. А уже потом... Уровень мощности сбавляется. Вся техника у нас на кухне от компании Hire. Компания идет в ногу со временем. Техника сейчас становится умнее и умнее. И решает очень много проблем. Да, облегчает жизнь домохозяйка. Столешница и часть фартака у нас из кварцевого камня. Аварус. Материал не пористый, очень практичный. Для кухни это наилучший вариант. Под столешницу мы вшили вот такого золотистого оттенка мойку с покрытием антишул. Давай продемонстрирую. И смеситель тоже очень красивый, в котором две функции. Это подача водопроводной воды и подача фильтрованной воды. Мы потому что нашим героям установили акваформ Марион. Это современная мембранная система очистки воды. Удалит все вредные примеси, бактерии и даже вирусы и обеспечит защиту от накипи. Чайники прослужат дольше. Конечно, да. Чистая питьевая вода прямо из крана. Удобно и экологично. Никаких бутылок не надо. Никаких не надо. Здесь у нас уместился измельчитель. Давай, вставляй руку, я дожду. Как бы руку не вставляли, все безопасно. Потому что производитель измельчителя избавился от идеи ставить туда лезвие. Теперь там такие кулачки. А сейчас ненадолго перенесемся в армавир, где вот-вот родится ваза с розовыми перчинками для нашей кухни. Мастер Владислав Голубин вытягивает ее на гончарном круге из особого вида керамики – каменной массы. Это очень плотный состав, близкий к фарфору. Изделия из него практически лишены пор. Нужная форма готова. Влад дал вазе 3 часа подсохнуть. И теперь производит обточку специальными петлями. Следующий этап – декор. Из глиняных колбасок и разной толщины формируются листочки и будущие перчинки. Все это приклеивается на разведенную глину – шликер. Осталось добавить света и провести два обжига. Финальный проходит при температуре 1240 градусов. Продолжаем переделку. На кухне Гурлевых со стороны коридора фиксируем направляющий профиль двери-купе. Он усиленный, внутри литые каретки с щетками для самоочистки. Благодаря качественной фурнитуре ход двери будет плавным. Латунная ручка утоплена в полотно. А сейчас девушки-художницы из команды Трануа разольют на ярком солнце реку. Сначала мелом наносят разметку. Извилистое русло Амазонки пролегло по центру композиции. На темно-красном фоне оттенки не теряются, а значит, краска доказала свою отличную укрывистость. За светлой гладью воды зеленая сельва. Четкость линии соблюдать необязательно. Неровный край добавляет рисунку жизни. А узкие притоки превратили пейзаж в абстракцию. Вот она, великая Амазонка, да? Ты видишь ее? Какая-то, да, абстракция, которая своими изгибами возможно даст нам эту фантазию, что это вот извилистая река. А ты видела Амазонку? Я, к сожалению, не видела Амазонку своими глазами, но я очень готовилась. Я прям изучала, как выглядит эта извилистая река. Но вот какой-то фрагмент я решила здесь изобразить. Если посмотреть в целом на эту работу, то к ней можно отнестись даже как к некой картине, к абстракции. То есть не нужно здесь выискивать прям конкретно какой-то образ. Можно пофантазировать. Все цвета нашего интерьера в одном рисунке собрались. Да, я такую поставила жирную точку, чтобы завершить данную композицию. Но если это жирная точка, то это большой восклицательный знак. Перевернутый, да? Или тоже другая фантазия, которую ты озвучивала в начале программы о геометке. Ну да, если мы будем фантазировать, что из привычного интерьера мы попадаем в такой красочный мир, то это как раз как некий портал перехода, и на котором мы изображаем такую геоточку. Новая дверь-купе из коллекции Солярис. У нас получается как шкатулка с сюрпризом. То есть если дверь закрыть, то совершенно нейтральный цвет, а когда мы открываем, мы в такой мир красок попадаем. Каретки тихие. Вообще не слышно, как дверь открывается и закрывается. Ну и красивая ручка тоже в золотом цвете. Да, все как по канонам наших цветовых сочетаний. Эту дверь нам сделали на фабрике Софи, и мне кажется, она преобразила пространство. В квартирном вопросе восклицательный знак. Изучаем пунктуацию. Розетки и выключатели оснащены системой быстрого монтажа. Сокращает время установки в два раза. Яркий плинтус не даст укатиться с пола горошином перца. Большая круглая таблетка со светодиодами заняла свое место в центре потолочной композиции. Над рабочей зоной вставляем в подготовленную нишу двухметровый шинопровод с тремя поворотными светильниками. На каждой створке окна крепим жалюзи с алюминиевыми ламелями. Тоже розовые. Обеденный стол на эффектной ноге прибыл к нам из Санкт-Петербурга. Стол кажется каменным, фундаментальным чем-то. Это, конечно, уловка. Уловка нашего дизайнера. Стол из МДФ, но покрыт он декоративным бетоном. Поэтому создается такое ощущение груза и массивности. И за счет вот этого покрытия создается такая фактура интересная. Вот у меня только вопрос. Вот Ростислав и Дима будут рисовать на этом столе как по привычке, по старой, доброй. Я просила производителя покрыть этот стол дополнительно слоями лака для того, чтобы дети не смогли его испортить. То есть можно отмыть все маркеры и краски? Да, сказали, что ему не страшны никакие дети. Ну, он очень красивый. На него еще кант вот этот понизу в основании золотой. Да, смотрится он очень стильно. Я на самом деле в проект закладывала немного другой стол, но потом я оказалась на выставке мебельной и увидела его и поняла, что это то, что нам нужно. И утащила с выставки. Да, я прям... Он же легкий. Ну, он легкий. Да, взяла и пошла. Ну, конечно, его можно в угол поставить, организовать здесь карнавал бразильский. Сюда вот поставить, перегородить холодильник, дабы после шести не ходить к нему. И поставить его под светильник, как ты, собственно, и планировал. Мы дополнительно, в избежание царапин и для мобильности, на дно приклеили войлочные вставки, чтобы не портить плитку, не портить стол. И не портить нервы. Нервы. От ужасного звука. Дополним композицию стульями. Пошли. О, четыре штуки. Смотри, как полосочки дополняют образ протоков реки, которые вы с тобой обсуждали на нашем круге. Да, да и радиаторы, и жалюзи. Все вот эти линии пересекаются. Плитка. Когда собирается интерьер заедино, все сразу встает на свои места и смотрится одним целым. Какая ты внимательная, Элина. Да, я вот даже дотошная, сейчас говорю. Ну, давай. Оценим комфорт и удобство. Ой, ой, ну на кухне сидеть на стуле со спинкой одно удовольствие. От пуза наелся и облокотился. Вот оно счастье. А еще заметить, какого не материала, учитывая, что у нас дети, я специально выбирала стулья такими, чтобы их было легко помыть. И очень удобно, что можно подвинуться. Прям скульпулезно высчитывала всю высоту и смотрела, чтобы наши подлокотники идеально прошли под столешницу, потому что тут все так прям погранично. Посмотри, как заиграла наша композиция. Совершенно простой формы плафон. Он смотрится теперь как люстра или какой-то арт-объект. Это история про то, что каких-то невысоких плафонов, красивых, не так много. И если мы не можем найти вариант, который подходит конкретно нам, почему бы не поэкспериментировать? Я считаю, что получилось супер. Эксперимент удался. Форму светильника обыграем тарелками на столе и аппетитными пончиками в рукотворной вазе из Армавира. Чай заварили и сервировали по всем правилам. Кому надо с молоком. Кофемашину закатываем в ее законный угол и к ней пару баночек для хранения. Стеклянную полку занимают стаканчики армуды для крепкого черного чая с мятой. Переделка подошла к финалу. Случайные крошки уберет компактный и легкий пароочиститель SC2 Deluxe от Керхер. Светодиодный индикатор на ручке показывает, когда прибор готов к работе. У пароочистителя два режима подачи пара справятся с самыми разными загрязнениями. При воздействии пара на твердых поверхностях погибают почти все вирусы и бактерии, причем без дополнительных чистящих средств. В комплекте большое количество насадок и аксессуаров, так что использовать прибор можно для уборки практически всей квартиры. Все готово! Пора включать зажигательную самбу или босса-нову и приглашать героев на бразильский карнавал. У нас интерьер кухни получился сладкий или острый? Как вот ты это считываешь? Знаешь, я во всем люблю баланс. в интерьере розовый перчик, который у нас создаст пикантную такую нотку. И все это со сладкой историей завязала, которая нас встречает на столе. Я очень люблю работать с цветом. Я считаю, что нужно вносить цвет в наши интерьеры, потому что часто за окном серая, ненастная погода, и как хочется заряжаться какой-то энергией, вот цвет, он очень правильно работает в этом направлении. Оттенок желтого, который стремится к оранжевому, он переходит в нижние фасады. Разные оттенки красного на полу, стулья, дверь, напольный плинтус, круг. Вторая история и третья это океан наш, это синий-зеленый цвет, который у нас так собирает все хранение воедино. Ну и белый цвет как медиум, который связывает все цвета, делает их где-то ярче, где-то наоборот, он их чуть-чуть успокаивает, да? Помимо цвета здесь также очень четко читаются все формы и линии. Здесь есть полоски, которые на стульчиках, они хорошо перекликаются с историей на круге, они хорошо перекликаются с фартуком, где та же полоска, радиатор. У нас есть еще и жалюзи, которые идут в горизонталь. Игра форм и цвета делает интерьер очень интересной. Очень удобно пользоваться этой кухней, у нас есть рабочий треугольник, холодильник, раковина, плита, есть достаточно места для приготовления пищи, удобный стол, нет тесноты, здесь все очень просторно, много света, все сложилось наилучшим образом. Да, Иван-чай заварен, пончики готовы, пора встречать героев. Я очень волнуюсь, давай. Смотрите завтра в Дачном Ответе. Двести настольных игр, семь игроков и неудобное игровое пространство. Домашняя гостиная. Тут место закончится, прям под потолок. Я проект увеличил на метр в каждую сторону. И ошиблись. В игру вступает команда переделки. Карточка штукатурки есть? Нет, карточка штукатурки, только у нашего прораба. Обнаружим и устраним пожароопасную ситуацию. Друзья, не декорируйте дымоходы. Самый опасный из них это хмир. Каждого члена семьи снабдим персональным сейфом. Наташа, это гениально. Ну, так же можно и хранить какие-то коробочки. И заодно узнаем, как обеспечить семью домом, если в наличии есть только бытовка. Для чего нужны бытовки? Это у нас сарайка, хлам, и там люди не живут. Курятник. Ремонт не игрушки, только мы делаем его играючи. Три, два, один. Добро пожаловать, заходите. Добро пожаловать, заходите. Добро пожаловать, заходите. Сегодня «Квартирный вопрос» переделал кухню для семьи Гурылёвых. Теперь здесь с комфортом можно готовить блюда разных стран, устраивать фиесты за круглым столом и заряжаться энергией бурной амазонки. Добро пожаловать, заходите. Добро пожаловать, заходите. Тадам-тадам-тадам. Здрасьте! Привет, привет! Проходите! Вот они. Давайте начнём с подарков, а потом разговоры. Небольшой тортик, всё съедобно. Да, узнаю с отверткой. Как вы думаете, что из этих инструментов нам пришлось использовать у вас на кухне? Я думаю, что всё. Сюша, а у тебя? Чайный домик. Там есть травки. Наши. Ну куда без них-то? Вот. Вы сразу и пили, и ели, и все сразу было, да. Ну, смотрите, вон там сейчас, в конце коридора, заветная новая дверь. Что чувствуете? Волнение. Если по предмету загадки, который он был такой белый с красноватым перцем, наверное, в этих оттенках и будет, по идее. Пацаны, ну что, вы готовы посмотреть новую кухню-то? Да. Берем, пойдемте смотреть. Ура! О, ну вот, вот и перчик. Вот и перчик. Ой, класс. Акценты есть, это точно. Здесь акцент у нас и подоконник, и радиатор. Отлично. Закрыли они вытяжку. Отлично. Ее даже и не видно стало. Вот это что? Открывай, открывай. Леша. А, вот так. А, все, это вытяжка, это было. Холодильник там, видимо, мне Арочка очень понравилась. Красиво, как ход сделала. Вот, встроенный. А здесь морозильная камера у нас. Здесь же стоял, только по-другому был развернут. Может, в концепции что-то вам уже считывается, что это может быть. Есть этот цвет, который мы видели, вот этот вот перец. Цветец. Вот он вокруг. Он есть, да, здесь, он вот прослеживается. Вот причин. Вот, вот это мы узнаем. Ну, этот цвет, видимо, оттенок к морю. Мы путешествовать любим. Круг, а это что-то с Бразилии. Раскрою вам небольшую тайну. Этот проект посвящен вашему свадебному путешествию в Бразилии. И поэтому вот здесь все пронизано какой-то фиестой, каким-то праздничным настроением. Ну, это здорово. И потолок, смотри, какой потолок. Да. В виде солнца. Ты любишь желтенькое? Радиатор, смотри, какой. Ой, красивый, да. Красивый, да. И подоконник, и сочные цвета есть, и такие более спокойные цвета, и много этих цветов. Нет, хорошо. Так, а это у нас СВЧ, наверное, даже. Красота, красота. Так, вот она. Мощно работает. Отлично. Ничего себе, сколько полок. Очень много. Поставим. Чаи свои, где есть? Чаи. Мы здесь будем разукрашивать, и все. Можно уже занимать какие-то полочки. Так, ух ты, класс. Да, здесь интересно. Они по высоте представляются. Здесь можно, да. По высоте, да, отлично. Чайный и кофейный алтарь, тоже можете его рассмотреть поподробнее. Так, она двигается, но приятно здорово, чтобы удобно было, если что-то не достать и все это сделать. Отлично. А это измельчитель, да? Измельчитель, да. Мало того, что измельчитель. Спасибо за измельчитель. У вас есть фильтр, воду теперь можно пить прямо из-под крана. Вот счастье привалило. Все понравилось. Очень кухня замечательная. Много места хранения, что очень важно для меня, потому что всегда всего много, техники много. Измельчитель есть, это уже замечательно. Холодильник красиво спрятан. Арочка мне очень нравится. Я вот не ожидал, что шашлы будут стоять слева, потому что в нашем традиционном представлении шкафы должны быть вдоль раковины, то есть вот с той стороны. Ксюша, она достаточно идентичный человек, поэтому если она говорит, что нравится ей, это значит, что сделано все на уровне. Цвета яркие, насыщенные. Понятно, что если бы мы сами делали себе ремонт, мы бы, наверное, не догадались за таких цветов. Ведь их не так просто сочетать. А здесь, на кухне, эти цвета все сочетаются. Интересная такая концепция. Мы бы еще бы поучаствовали, на самом деле. А можно? Да, можно. У нас там спальня. Вот. Очень довольны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова